Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 7540. Вас приветствует информационная служба телерадиокомпании Вектор. В студии работает Карина Херсан. Здравствуйте. В ближайшие минуты. В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах. Аллергоцентру Быть текущий ремонт помещений будущего учреждения в Новополоцке выполнен на 75%. В начале октября Старый мост через реку Западная Двина в Полоцке закрыли на капитальный ремонт, но в процессе работ было выявлено, что часть конструкций не подлежат ремонту. А прямо сейчас мы расскажем подробности. А сегодня, 12 ноября, в Беларуси началось досрочное голосование по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания 7-го созыва. Согласно календарному плану выборов с 12 по 16 ноября включительно в Беларуси проходит досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания 7-го созыва. Избирательные участки для тех, кто не сможет проголосовать в основной день выборов 17 ноября, открыты с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. В основной день выборов 17 ноября проголосовать можно будет с 8 утра и до 8 вечера. Всего на выборах в Беларуси образован 5831 избирательный участок. До начала досрочного голосования все участковые избирательные комиссии сферили списки избирателей на каждом участке. 11 ноября комиссии получили бюллетени для голосования. Досрочное голосование началось и в Новополоцке. В Новополоцке в Новополоцком избирательном округе номер 24 для голосования сформированы и уже принимают своих первых избирателей 34 избирательных участка. Новополоцкие избиратели активны с первых минут открытия участка. В тому подтверждение избирательный участок номер 2, расположенный в одной из старейших школ Новополоцка. Второй избирательный участок готов к работе. Мы готовы встретить 2327 избирателей. Особенность нашего участка, наверное, в том числе, что очень много людей пожилого возраста. Мы готовы организовать им голосование на дому по их желанию, просьбе. И, конечно же, мы рады будем видеть всех избирателей, зарегистрированных на нашем участке. А вот жители микрорайона Боровуха и поселка Междуречье отдать свой голос в поддержку выбранного кандидата в депутаты Палаты представителей смогут на территории Полоцкого сельского избирательного округа номер 28. Там образованы еще два избирательных участка номер 75 и 76, которые расположатся в Боровухской школе номер 15. По данным ЦИК, в Беларуси и за ее пределами насчитывается почти 6,9 миллионов избирателей. Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. Капитолина Зинкевич, Артем Табаков, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Для того, чтобы отдать свой голос за выбранного кандидата, избирателю необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Это может быть не только паспорт. По каким же документам можно голосовать? Бюллетень для голосования выдается избирателю при предоставлении паспорта гражданина Республики Беларусь. При отсутствии паспорта можно воспользоваться другими документами, удостоверяющими личность. Это водительское либо пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, военные и студенческие билеты. Удостоверение работника государственной организации. При этом получить бюллетень на основаниях иных документов можно будет только в том случае, если гражданин включен в список избирателей данного участка для голосования. В противном случае паспорт необходим. Избирателя включат в список дополнительно и только после этого он получит бюллетень. Более 50% теплоэнергии в системе жилищно-коммунального хозяйства к 2021 году будет производиться за счет местных видов топлива. Сообщает Белорусское телеграфное агентство со ссылкой на заместителя председателя госстандарта, директора департамента по энергоэффективности. В настоящее время в системе ЖКХ 41% всей тепловой энергии производится с помощью биотоплива и торфяного топлива. К 2021 году долю местных видов топлива в системе ЖКХ планируется увеличить до 52%. Поэтому сегодня в стране планомерно строятся энергоисточники на биотопливе. Кроме того, из 3800 котельных в системе ЖКХ уже более 2700 переведены на местные виды топлива. В целом же на местные виды топлива переведено порядка 50% всех энергоисточников, не только в системе ЖКХ. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию энергоисточников на биотопливе тепловой мощностью примерно 106-109 МВт. В 2020 году еще 417 МВт, отметил Михаил Малошенко. Для достижения этих целей мы привлекаем в частности средства международных финансовых структур, таких как Международный банк реконструкции и развития. В 2020 году к этой работе будут привлечены также средства Европейского инвестиционного банка. В начале октября Старый мост через реку Западная Двина в Полоцке закрыли на капитальный ремонт. Тогда на стройплощадке стартовали работы, но в процессе было выявлено, что часть конструкций не подлежат ремонту. Продлять ли в связи с этим сроки сдачи объекта узнавали мои коллеги. На данный момент с конструкции моста сняли асфальтовое покрытие, после чего было проведено обследование бетонных элементов, которое первоначально заложено в проект капитального ремонта. Обследованием было установлено, что бетонные и металлические конструкции моста подлежат полной замене. Заказчик капитального ремонта УКС города Полоцка теперь занимается корректировкой работ. Срок ремонта моста не изменится, так как проектом первоначально предполагалось возможное изменение перечня работ. Работы выполняет Гронинская организация «Мостострой». По договору с генподрядчиком капитальный ремонт должен завершиться в октябре 2020 года. Аллергоцентр в Новополоцке планируют открыть в начале 2020 года. Уже сегодня специалисты констатируют, 75% текущих ремонтных работ помещений выполнено. Подробнее расскажет Капитолина Зинкевич. Крыльцо бывшей детской лаборатории уже преобразилось. На 75% выполнен и текущий ремонт будущего аллергоцентра в Новополоцке. Преображаться будущий аллергоцентр, как и положено, начал с парадной части. В августе месяце реконструировали крыльцо. Здесь появился необходимый элемент безбарьерной среды – фронтальный подъемник для лиц с ограниченными возможностями. После выделения финансирования Новополоцким горосполкомом, а это 120 тысяч белорусских рублей, приступили к выполнению текущего ремонта первого этажа будущего аллергоцентра. Тендер на выполнение работ выиграла витебская фирма «Домокстрой». К работам специалисты приступили в начале сентября. На сегодня порядка 75% заявленных работ уже выполнено. Проведена замена пола. Была положена плитка, сделаны стены, заказаны двери. Двери все поменяли на ПВХ. Устройство подвесного потолка с освещением более ярким, светодиодным. Также планируется выполнить устройство перегородок для отсекания посетителей от холла до зоны ожидания приема. Параллельно с выполнением текущего ремонта специалисты прорабатывают вопрос по оснащению будущих кабинетов аллергологии необходимым оборудованием. В планах также и ремонт лестничной клетки до второго этажа. Первый этап работ планируют завершить к 1 декабря. Срок окончания работ по второму этапу – 1 января 2020 года. На это же время запланировано и открытие аллергоцентра. Стенды с инструментами для бесплатного обслуживания велосипедов появились в Новополоцке. Подобные веломаячки открылись в Гомеле, Гродно и других городах Беларуси. Где можно будет воспользоваться инструментами для велосипедов, в Новополоцке расскажет Глеб Прокофьев. В рамках реализации проекта развития городского велосипедного движения в интересах общественности Республики Беларусь, который финансируется Европейским Союзом, во многих городах Беларуси устанавливают стенды с инструментами для бесплатного обслуживания велосипедов. Ну а полоски такие появились благодаря инициативе местного велоклуба и содействия городских властей. Мы увидели, что есть возможность подать заявку на установку таких веломаячков, ну и попробовали это сделать. В итоге нам повезло и в рамках проекта развития велодвижения в Беларуси, который реализуется Центром экологических решений и Минским велосипедным обществом, у нас появились три вот таких веломаячка. Веломаячки – это станции самостоятельного обслуживания велосипеда с минимальным набором ключей. Также любой желающий может подъехать и накачать себе колесо или отремонтировать свой велосипед. В городе установлено уже три таких веломаяка, конечно, в открытом доступе для всех горожан нашего города, что не может не радовать, потому что велодвижение набирает обороты у нас в Новополоцке и от мала до велика, в общем-то, пересаживаются на велосипеды. Веломаяки в Новополоцке расположены в городском парке возле кинотеатра Минск, а также возле станции Подкостельцы. Стоит отметить, что в Гомеле уже зафиксированы случаи краш инструментов селомаячка. В Новополоцке же надеются на добропорядочность горожан. Кроме веломаячков, в будущем для новополоцких велосипедистов в рамках проекта «Зеленые города» появятся еще и велогаражи. Их будет пять, и они будут установлены в жилых дворах города. Глеб Прокофьев, Артем Табаков, Вектор ТВ 27 ноября хоккейный клуб «Химик» завершит первую стадию сезона 2019-2020 – встречи против Витебска на выезде. А пока новополоцких хоккеистов ожидает серия домашних игр. Поддержать спортсменов на ледовую арену в Новополоцк приглашают всех любителей хоккея. Сегодня, 12 ноября, хоккейная команда «Химик» встречается с пинскими ястребами. 13 ноября новополоцкие хоккеисты сыграют против авиатора. После небольшого перерыва 16 ноября снова на домашней арене «Химик» встретится с командой «Бобруйска». А 18 ноября будет противостоять лидеру дивизиона «Б» Аршанскому локомотиву. Задача на эти матчи – только побеждать, тем более побеждать перед родными болельщиками, ну и гарантировать себе место во втором этапе чемпионата. Для этого нам нужно попасть в первую четверку. Приглашаю болельщиков посетить домашние матчи новополоцкой команды. Нам сейчас как никогда нужна поддержка, тем более, что мы боремся за реальную перспективу выйти в плей-офф чемпионата Беларуси. Сегодня хоккейная команда «Химик» находится на четвертой строчке турнирной таблицы дивизиона «Б» чемпионата Беларуси по хоккею. После 25 игр сезона на счету новополоцких хоккеистов 46 очков. У лидера дивизиона «Оршанского локомотива» 65 очков. Второе место занимает команда «Бреста», а третье – «Пинска». Впереди у новополочан серия домашних игр. Поддержать спортсменов на ледовую арену «Химик» приглашают всех любителей хоккея. И еще немного спортивных новостей. Хоккейные матчи высшей лиги. Серия игр детской гонбольной лиги. Чемпионат мира по самбо. Об этом далее в спортивном обзоре Глеба Прокофьева. «Химик-2» сыграл две игры с Витебском на домашней ледовой арене. В первом матче счет открыла команда соперников. В втором периоде результативно сыграли новополоцкие хоккеисты. Но в завершении игры счет на табло 2-3. Победа досталась Витебску 2. Вторая игра также завершилась поражением новополоцкой команды. Итог игры 4-6. Серия игр турнира детской гонбольной лиги «Зубр Кап» прошла в Бресте. Первые 15 поединков второго тура средней возрастной группы сыграли команды из Гомеля, Витебска, Могилева, Новополоцка и не только. По результатам игр команда новополоцкой спортивной школы номер 2 одержала победу над могилевскими гонболистами. А в остальных четырех играх уступила соперникам. Новополоцк занимает пятую строчку турнирной таблицы. Лидер – Брест. В Корее состоялся чемпионат мира по самбо. В турнире приняли участие самбисты из 80 стран. В весовой категории до 74 килограммов выступил воспитанник Новополоцкого училища Олимпийского резерва Степан Попов. Он провел пять схваток и завоевал серебряную медаль. В целом с чемпионата мира по самбо белорусские спортсмены привезли 11 медалей различного достоинства. Таковы новости на сегодня. Напомню, что наши программы можно найти на YouTube-канале телерадиокомпании «Вектор», а также полезная информация в наших аккаунтах в социальных сетях. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи на Вектор ТВ. КОНЕЦ Интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. Интернет-провайдер «Вектор». Вектор А.Кулакова